Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я хочу представить доклад на тему возможности хирургического лечения обхоли тазового кольца. Частота сарком костей таза составляет 10-15% от всех первичных сарком скелета и является третьей по частоте мишенью для метастазирования. Сложность работы на костях тазового пояса обуслована их анатомо-физиологическими особенностями. Это и связь позвоночника с нижними конечностями, поддержка органов малого таза и поддержка всего тела в целом. Пациенты с данной патологией проходят стандартный диагностический алгоритм. Начинается все с обычной рентгенографии. Далее методы визуализации расширяются, используются МРТ и КТ. Случаи обсуждаются в каких-то случаях на мультидисциплинарной комиссии, выполняется биопсия, подтверждается злокачественная опхоль, снова проводится консилиум. В каких-то случаях используется предоперационное лечение, в каких-то сразу оперативное вмешательство. Если говорить о хирургическом лечении опхоли тазового кольца, то их нужно разделить на две большие группы. Это конечно-сохраняющие операции и калечащие операции. Конечно-сохраняющие могут быть как с замещением дефекта, так и без замещения дефекта. Если говорить о калечащих операциях, то этот объем – межподвздошно-брюшная ампутация. Данный объем операции был основным методом лечения до 70-х годов прошлого века. Но, к сожалению, оно не теряет своей актуальности и по сию пору. Если распространение опухоли слишком большое и не позволяет выполнить органосохранную операцию, выполняется данная операция. И единственное, что в настоящий момент все-таки существуют достаточно неплохие экзопротезы, которые позволяют обеспечить удовлетворительную функцию для пациента. Если говорить о конечно-сохраняющих операциях, то, конечно же, мы здесь опираемся на классификацию, разработанную Энакином, который предложил разделить ТАСС на четыре зоны. Первый сегмент – это крыло подвздошной кости. Второй сегмент – это перецепулярная зона. Третий сегмент – это седалищная и лунная кость. И четвертый – это боковая масса крестца. Также возможны, естественно, комбинации резекции по распространению опухоли. Вариант конечно-сохраняющей операции без замещения дефекта, когда просто убирается опухоль подвздошной кости и бедренная кость располагается, фиксируется к мягким тканям, оставшимся в ягодичной области. Но функциональный результат невысок, хотя в прошлом достаточно часто пополнялись. Если говорить об эндопротезировании, то первые попытки замещения дефектов начинаются с 1974 года, когда появляются первые работы о замещении дефекта резекции тазовой кости эндопротезом. Эндопротезы тазовых костей прошли достаточно долгий путь. Использовались различные варианты, комбинации протезов. Естественно, замещение дефекта достаточно трудный вопрос. До сих пор ведутся работы. Используются как аллографты, аутографты, аллографт-композит. Но все-таки эндопротезирование является наиболее прочной иммунологической и биохимически оправданной конструкцией в настоящий момент. Если поговорить о эндопротезировании, то существуют также две большие группы. Это модульные системы по типу рожка мороженого и индивидуальное эндопротезирование. Функциональный результат оценивается по мускулескелитар Тумал Society Score и по мировым данным при эндопротезировании костей таза в настоящий момент составляет 40-60% и является удовлетворительным. Если говорить о модульных системах, то вершиной его является эндопротеза фирмы LUMIC. Но даже они не лишены недостатков. Мы видим, что дислокации протеза и инфекции находятся на достаточно высоком уровне 20-30%. В нашем центре данные протезы используются. Здесь представлен клинический случай пациентке 56 лет. Выполнена резекция 2-3 сегмента по поводу хондросаркомы тела подвздошной кости. Установлен как раз таки LUMIC с адекватно-функциональным результатом. Если говорить об индивидуальном эндопротезировании, то его также можно разделить на два основных типа. Это заводские изготовленные протезы. Их преимущество, что они изготавливаются индивидуально, но изготовление их достаточно длительное и дорогостоящее. И набирающая в последнее время система 3D-принтед конструкция, когда используется 3D-печать. Здесь представлен случай пациентки молодой, которая страдала хондросаркомой правой лодной кости. Заказан как раз таки индивидуальный эндопротез фирмы стенмар, выполнена резекция 2-го, 3-го сегмента. Здесь мы видим функциональный результат через полгода. Достаточно неплохой. Если говорить о 3D-печати, то ее история все-таки начинается с применения в травматологии, ну, как и вся онко-ортопедия, она все-таки выходила просто из ортопедии. Ортопедия – это прежде всего работа с переломами. Прежде всего он стал использоваться при переломах и впоследствии перешел для использования в онко-ортопедию. Здесь представлены различные варианты 3D-реконструкции. Если говорить о 3D-печати, достаточно большой опыт имеет Китай ввиду большего количества пациентов. Но также и европейская школа не отстает. Виталий Викторович не даст соврать, что на ИСЛС также присутствовала в этом году целая программа, посвященная 3D-печати. Клинический пример. Пациент 61 года, страдающий хондросаркомой период стабулярной зоны. 3D-планирование, резекция 2-го и 3-го сегмента. Интраоперационное скелетирование сосудов, удаленная опухоль, имплантация и завершающий этап. Послеоперационная томограмма, 3D-реконструкция, функциональный результат на 14-е сутки. Еще один клинический пример. Больная 70 лет. Также хондросаркома, лунные и подвздошные кости справа. Резекция 2-го и 3-го сегмента. Функциональный результат. С учетом возраста пациентки и ее веса через месяц она может активно передвигаться. Еще один клинический пример. Пациент 40 лет. Хондросаркома правой вертлужной впадины с большим распространением. Выполнена резекция 3-х сегментов. Функциональный результат на 14-е сутки после операции. Но если мы говорим об операциях тазового кольца, мы не можем не говорить об осложнениях. По международным данным осложнения, такие как проблемы с раной, глубокая инфекция, дислокация элементов протеза, поломка протеза, асептическая нестабильность, достигает достаточно больших цифр и 55 и 28 процентов. Большую проблему составляет инфекционное осложнение. В этом исследовании показана зависимость от реконструкции. Мы видим, что при выполнении реконструкции частота осложнений выше. И в зависимости от дополнительных методов лечения, таких как лучевая терапия и химиотерапия. Мы видим, что при применении данных методов частота осложнений также возрастает. И по мировым данным частота осложнений варьирует от 18 до 65 процентов случаев. Наиболее частый возбудитель раневой эффекции является стафилококия, как облигантная флора. Наши клинические примеры. Пациентка после резекции лонной кости некроз кожно-фасциального лоскута. По всей видимости, он был обусловлен Т-образным хирургическим доступом, но тем не менее нам удалось с ним справиться. Опять же, инфекционное осложнение. У данного пациента возникло нагноение раны, но благодаря современным методам, таким как система контролируемого отрицательного давления, удалось заживить рану, и пациенту не пришлось выполнять удаление данной большой конструкции. Другие варианты это дислокация протеза в ее головке. К сожалению, у данной пациентки не удалось его вправить закрыто. Пришлось прибегнуть к открытой операции. Дали, к сожалению, инфекционное осложнение, которое потребовало выполнить у данной пациентки межпозвращенную брюшную ампутацию. Также дислокация протезов. Не всегда дислокация протеза требует повторного вмешательства, если сохраняется удовлетворительная функция. здесь к сожалению, произошел отрыв от ломной кости. И грозное осложнение, но это биология процесса, местный рецидив. На фоне установленного андопротеза возникший местный рецидив. Если говорить о резекциях тазового кольца, это сложная до конца нерешенная в настоящее время проблема. Лишь слаженная работа мультидисциплинарной команды позволяет выработать оптимальную стратегию лечения конкретного пациента, который позволит выполнить адекватную резекцию с негативным краем резекции, что обеспечивает достаточно высокую выживаемость и хороший функциональный результат, как отдаленный, так и непосредственный. И разрешите представить еще один клинический случай, когда пациент выполнен также резекция второго-третьего сегмента. Функциональный результат через один год. Данный пациент в принципе восстановился, если не знать его историю, можно ничего не заподозрить в нем.